Новые насосы. Два резервных насоса установят на станции Тохрау. Казначейству Казахстана 30 лет. В честь праздника ряд ветеранов отметили благодарственными письмами. В Балхаше участились проблемы с канализацией. Колодцы переполнены на улицах Островского, Сейфулина, Бокиханова, Алимжанова. Стоит отметить, что ремонтные работы по решению этой проблемы начались в прошлом месяце. По поводу проблемы, которые много лет интересуют жителей города по улице Островского, Алимжанова, Сейфулина 1, Сейфулина 9, Бокиханова 4, эта проблема существует с 2010 года. В прошлом году было принято решение Акимом города и Акимобласти поддержал наше решение. Выделили средства для устранения этой проблемы многолетней. Получается, перед Новым годом, наверное, как многие жители видели, в районе Сейфулина 9, Бокиханова, Перекресток, подрядные компании ЛПТК проводились работы по замене канализационного коллектора квартального. Директор ТО Балхашсу сообщил, что соответствующие работы на этих улицах уже завершены. Работники ответственного подрядчика ЛПТК разместили канализационные коллекторы на необходимом уровне. Представители Балхашсу очищают переполненные канализационные колодцы. В ходе чистки они обнаружили тряпки, салфетки и даже пластиковые бутылки. А в период забоя скота жители поленились и начали сливать кишки животных. Последствия привели к аварийной ситуации. Идет чистка второй колодец. Вот столько грязи. Куртка вышла, смотри. Как бы объяснить, почему он плохо работал, то, что он полуразвалился, не очень глубоко лежал, лежал с перепадом. Канализация с 2010 года работала с перепадом. Чтобы понимание было, то, что много лет вот это в трубах откладывалось, оседало в трубах. Сейчас наши ребята, получается, наши бригады идут, чистят. От колодца до колодца будут чистить до Островского. После этого вся проблема Олимжаново-Островского, вот этот район, с подпорами канализации, переливами канализации, исчезнет. На данный момент эти работы проводятся. Работы также ведутся возле школы номер 9 и дома номер 4 по улице Бокиханово. Напомним, в прошлом году подрядной организацией «Миллиоратор» был произведен полный ремонт водопроводных труб от моста на улице Рыскулова и Язева. Продолжать замену трубопровода начнут с весны. Как бы жителей хочу попросить, чтобы не кидали, что попало в канализационную сеть. Потому что как бы сами же потом мучаетесь этими сами, сами зловониями. Потому что мы с канализацией вытаскиваем тряпки, салфетки, всякие бытовые, как бы, с кухни, то, что, видать, выливают в унитаз. Это все дает о себе знать канализационной системе. Буквально даже вот сегодня вытащили куртку с канализации. Могу даже фото, видео показать. В этом году исполняется 30 лет со дня создания казначейской системы Казахстана. Она является основной частью финансовой системы страны. В ее задачи входит современный расчет доходов и обеспечение эффективного и целевого использования государственных средств. После обретения нашей страной независимости потребовались серьезные реформы в сфере финансов и экономики. Поэтому 27 января 1994 года при Министерстве финансов было создано главное казначейство. Основными функциями является обеспечение исполнения республиканского и местного бюджета, ведение отчетности и оперативной деятельности. Балхашское управление казначейства является территориальным подразделением управления казначейства Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан по Карагандинской области. Отделение осуществляет расчет на кассовое обслуживание 51 государственного учреждения. В настоящее время в учреждении работают 7 штатных специалистов. В честь праздника ряд ветеранов отметили благодарственными письмами от имени председателя казначейского комитета за весомый вклад в становление и развитие казначейской системы города. Пользуясь случаем, хочу сказать, что в этом году исполняется 30 лет со дня создания генеральной дирекции. Хочу поздравить наших ветеранов, пенсионеров и своих коллег с юбилеем многолетней службы. Мы хотим, чтобы эти люди увидели плоды своего труда. Желаем им здоровья и благополучия их семьям. Балхашские каратисты стали призерами областного соревнования по киокушинкай карате. В настязаниях приняли участие около полутора тысяч каратистов. Среди них наши соотечественники вернулись с 11 призами. Три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Я занимаюсь примерно лыжи почти два с половиной года. У меня уже желтый пояс. У меня было всего лишь три спарринга. Первый спарринг я выиграла по активности и пробила от своего противника. Второй бой я выиграла по базаре. Попала очень хорошо в лыжки, даже поранила ногу. Третий бой я, к сожалению, проиграла первому кью, коричневый пояс. Раньше я сама занималась танцами, но мой каковый братик начал ходить. Я что-то как-то заинтересовалась и мой папа мне продолжил. Я один раз попробовала, мне очень понравилось. Начала ходить. Я начал заниматься киокушинкай карате примерно два года назад. Моим тренером является Карибеков Слана, обладачий ученого пояса, второй дан. Также он состоит нашего филиала в Балхаше, который растет с каждым месяцем и развивается. Два резервных насоса установят на станции Ток-Рау. Их привезли из Австрии в декабре прошлого года. На данный момент ведется установка первого. Напомним, в апреле прошлого года в результате чрезвычайной ситуации жители Балхаша остались без питьевой воды. Чтобы не допустить подобной ситуации, также были приобретены два дизель-генератора. Оборудование не прекращает подачу воды до завершения ремонтных работ в случае отключения электроэнергии. Кроме того, по словам руководства Бахарсу, проводится восстановление двух скважин. Проводимые работы в этом году, планируемые. В прошлом году, в 2023 году было приобретено два резервных насоса на главную насосную Ток-Рау. Один насос был приобретен бюджетом города, второй насос в рамках меморандума был приобретен Казахмысом. На данный момент насосы пришли перед Новым годом, в 20-х числах. Сейчас мы занимаемся установкой первого насоса, собираем схему. Скоро, наверное, недели через две мы его запустим. Также было бюджетом приобретено два дизельных генератора, 800 кВт. Это для чего у нас? Для того, что если отключится свет, главное насосная Ток-Рау, какое-то время до устранения неполадок будет в автономном режиме работать, качать воду на город. Восстановили две скважины, в планах еще четыре в этом году восстановить. Потом закупили запорную арматуру. В этом году в планах их тоже все поменять. Субтитры создавал DimaTorzok